Определились четыре кандидата на пост ректора Амурского госуниверситета. Среди них и действующий руководитель вуза Андрей Плутенко. В том числе в выборах ректора будут участвовать двое сотрудников АМГУ. Это исполняющий обязанности проректора по учебной работе Виктор Проказин и доцент кафедры физики Алексей Сетейкин. Еще один кандидат в кафедре экономики и управления на транспорте Тихоокеанского государственного университета Ирина Калашникова. Дата проведения выборов в АМГУ пока неизвестна. В селе Дмитриевка Ивановского района к 1 ноября откроют детский сад на 40 мест, но желающих посещать дошкольные учреждения даже больше, так как ближайшее образовательное учреждение для дошколят находится в Ивановке в 10 километрах от села. А пока не детские хлопоты на месте будущего детского сада наблюдала Юлия Морозова. Первый раз в детский сад. Мама четырехлетней Есении и полугодовалой Аксине радости не скрывает. Впервые за 20 лет в селе откроется детский сад, а значит можно будет вздохнуть спокойно. Ведь пока одних малышей родители каждый день отвозят в Ивановский детский сад, других воспитывают телевизор и улица. Они у нас играют в разные игры, смотрят мультфильмы, болтаются по полу, по-другому не скажут, потому что им заняться нечем. И всем, чем хотят, тем и занимаются. И в принципе ничего не запрещаем, это в зимнее время года. А если вот весна, лето или осень, если допустим тепло, то мы их пускаем на улицу, и они находятся на улице до тех пор, пока им не надоест. Потому что в доме, ну правда, заняться нечем. 62 человека уже подали заявление на запись детей в дошкольное учреждение. Побезет не всем. Новый детский сад рассчитан всего на 40 малышей. Не будет в нем и ясельной группы, пока учреждение соответствует не всем нормам Санпина. В будущем ее планируют открыть. А пока несколько рабочих бригад приводят в порядок в веренное им помещение. Капремонт обещают закончить к ноябрю. Полностью поменена крыша, заменена полностью крыша. Потолки перебраны, стропильная часть. Сняты все полы. Все полы сняты. Значит, полы заменены, меняются на новые, плиточные. Полностью переделано отопление. Здесь будет игровая площадка. Здесь будут и качели, и карусели. Все это к 1 ноября будет на месте. Кстати, детсадовцев разместили в здании бывшей Дмитриевской начальной школы. А учеников младших классов присоединили к старшим. Правда, заниматься им приходится во вторую смену. Но, несмотря на дополнительную нагрузку, открытие детского сада в селе рады и педагоги. Для села это очень большая потребность в детском саде. Детей у нас достаточное количество дошкольного возраста. Дети с дефектом речи. Соответственно, слабое семейное развитие у ребенка. Необходимость в этом есть. В школе обещают, проблем с кадрами в селе не будет. Штат будет укомплектован к 1 ноября. В этот день в Дмитриевке должно состояться долгожданное открытие детского сада. А пока не детские хлопоты в самом разгаре. Юлия Морозова, Игорь Карпов. Новости дня. Информационное агентство «Порт-Амур». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова